Девочка-пай Девочка-пай Снайпер Ну вот, примерно в таком ключе Давай сам теперь пробуй Подожди, не стреляй Что-то опаздывает твой тормоз Девочка-пай Девочка-пай Пропустите, пропустите, милиция Пропустите, милиция Пропустите, тихо, тихо Милиция Вот тебе и тормоз Звони нашим Вызывай экспертов Майор Ларин Уголовный розыск Лили Владимировну, мне необходимо с вами поговорить Мы должны знать, с кем ваш муж общался Последнее время, с кем вел дела Дело в том, что Настоящий убийца вашего мужа на свободе И вы должны помочь нам Его поймать Ну и как это понимать Подполковник Я ведь, кажется, ясно предупреждал Чтобы твои подчиненные Не мешали расследованию Евгений Павлович Нет, ты скажи, ты знал об этом? Знал, что Ларин Оказывает давление на вдову Он не оказывает давление Он хочет выяснить правду Значит, все-таки знал Значит, мои приказы для тебя тьфу Нет Нет, не тьфу Но не можем же мы Сидеть сложа руки Когда нашего товарища обвинять в том Чего он не совершал И совершить не мог Откуда такая уверенность? Подполковник Так, это мои подчиненные Я своих ребят знаю Я как за себя В общем, так Повторяю в последний раз Следствие по делу Дукалеса ведет Управление собственной безопасности И лично Лейтенант Обидин В случае неподчинения Будете нести персональную ответственность Вам ясно? Подполковник Петренко Так точно Вот и хорошо А если будешь продолжать в том же духе Можешь и на пенсию отправиться Ну, чего у тебя? Смерть наступила мгновенно с одного удара Отпечатков, я уверен, не будет Работал профессионал Где он, интересно, тачку кинул? Ищи на ближайшей стоянке Нормальный пацан мерз У обочины не кинет Что он, сумасшедший, тачку угонщикам оставлять? Да не боялся он угона Он сам этим промышлял Ладно, Леха, спасибо До встречи Вот девушка видела, к которому Спарк вошел Здравствуйте Здравствуйте Я только случайно на него внимание обратила Господин Миядзява Вот Здрасте Да Он попросил, чтоб я его сняла на фоне этого пирата Этого аттракциона А этот как раз мимо проходил Ну вот А потом я потеряла на минуту его Ну, там как раз народ ломанулся Да Он и затерялся Люди мимо шли А потом народ расступился И он Зашатался, как пьяный И упал Из кадра Вывалился Вы сказали, что вы фотографировали Да Нет Я снимала на камеру Вот Господин Миядзява впервые в нашем городе снимает, как помешанный Простите А мы бы не могли получить эту кассету на время Нам очень нужно Сейчас Пожалуйста Только знайте Вы верните эту штуку У него здесь все путешествие записано Обязательно Ладно, хорошо Ну, тогда До свидания До свидания Ну, хоть что-нибудь Данные взял все Лилия Владимировна Лилия Владимировна Здравствуйте 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 Это обычная процедура опознания Вам нечего бояться Я боюсь, что я могу ошибиться Ведь я не видела шантажиста Только слышала его по параллельному телефону Неужели нельзя никак без этого? Пожалуйста, не мучьте меня Я так устала Так плохо Не расслабляйся Ты должна быть сильной ради Игоря Ради ребенка Ты его узнаешь Сосредоточься Ты должна опознать убийцу Ну, давай Пожалуйста Я тебя жду здесь Готов? Да Повторите фразу Если не заплатишь ты Я очень попрошу твою жену Нет, лучше дочь Если не заплатишь ты Я попрошу твою жену Нет, лучше дочь Вы Если не заплатишь ты Я очень попрошу твою жену Нет, лучше дочь Теперь вы. Я отказываюсь повторять эту галиматию. Так и запишите. Что вы себе позволяете? Это официальное опознание? Это он, я его сразу узнала. Это он нашантажировал. Сейчас, сейчас, меточку найду. Стоп, стоп. Вот с этого места, помедленнее. Жалко, что издалека снято. И качество. Да что вы, Юрий Александрович, для цифровой камеры неважное качество. Это вообще не проблема. Я могу все почистить, могу приблизить. Ты понимаешь, там в толпе должен быть убийца. Ты можешь каждую физиономию вытащить и распечатать. Каждую? Ну, исключая малолетних детей. Ну, понял. Сделаю. Хорошо. Постарайся, как можно. Но только для этого все равно время потребуется какое-то. Постарайся, как можно скорее. Хорошо, Юрий Александрович. Пошел работать. Спасибо, Сереж. Спасибо, Сереж. Ну что, Андрей, потеряли мы свидетеля? Как тебе без его показаний? Юрий Александрович, убийство Тормоза и Чумакова – звенья одной цепи. Тормоз свел Дукалиса с Чумаковым. И в тот момент Толяна опознал некий сержант из батальона Чумакова. Как мы узнаем, кто именно? Ну, Тормоза именею не назвал, но мы установили, что пять лет назад у Толи по одному делу проходил свидетелем некий сержант Копеечкин. Тогда он служил водителем на патрульной машине, а сейчас он в канцелярию Чумакова. Но это еще не доказывает его участие в преступных мотивациях Чумакова. Но прощупать его надо. Вас в ОСБ вызывали, Юрий Александрович? Неприятности? Нет. Нет. Ничего. Вы, Андрей, работаете спокойно. Да. Да. Главное, работаете. Ясно. Вот она. Машину я забираю. Э, подождите, что значит забираю? А что я хозяину скажу, когда он вернется? Мне проблемы не нужны. Проблем не будет. Это я вам гарантирую. А хозяин не вернется. Обещаю. Как это не вернется? Хорошо. Тормозит. Проблем не вернется. О, здорово. Ну ты посмотри на него. Пьянь. Прощай минуточку. Красавец. Как же вы за руки держались. Получилось? Ну. Понимаете, у нас эта пьянь все время из кадра вываливается. Подъезд опять не получился. И что теперь? Надо бы все сначала. Ну, это я вижу. Вы его обратно метров на сто отогнать сможете? Да не вопрос. Копеечкин. Я. Значит, гони его назад и по новой. Понял. Давай. Сейчас все будет хорошо. Успокойтесь. Слушай, он что, действительно такой пьяный, что ли? Как они его могут на дорогу упускать? Иди отсюда, парень. Не мешай съемкам. А едем. Видишь, показательную акцию ГАИ снимаем. Почему посторонние на площадке? Мы ведем наш репортаж. Эй, эй, ты! Стоит нашего города. Уже не в первый раз проводится акция по безопасности движения. Здравствуйте. Насколько я понял, сержант Копеечкин, ты вы? Ну? Лейтенант Соратник, уголовный розыск. Мы можем с вами где-нибудь поговорить? Здорово, Олег. Привет. Галочка, привет. Привет. По завтрашнему номеру ты дежуришь? Да. Хочешь, я тебя подменю? Зойка, это ты серьезно? Конечно, серьезно. Я срочный факс жду из Москвы. Все равно до полуночи могу просидеть. Так что решайся, пока я добрая. Вот, спасибо. Сегодня у Матвеева премьера, так что я успею себя еще в порядок привести. С меня причитайте. Угу. В общем-то, осталось сверить не так уж и много. Как обычно, главное, это первая полоса. Так. Так. Да, кстати, статью про оборотни в погонах. Вот эту ты видала? А, еще не успела. Не забудь, шеф просил обратить особое внимание. Хорошо? Не забуду, можешь не сомневаться. Ну все, пока. Пока. Как же так? Вы несколько лет бок о бок работали с Чумаковым и ничего не знаете о постановке на учет воровных иномарок. Воровные? Ничего такого о Чумакове не знаю. У тебя все, лейтенант? Нет. Что вас связывало с известным автоугонщиком Тормозом? Не понимаю, о чем ты. А нам доподлинно известно, что вы общались с гражданином Коротковым Русланом Сергеевичем, более известным под кличкой Тормоз. Руслан, да, помню. Очень приличный молодой человек. Видел пару раз. И по каким вопросам вы с ним встречались? Знаешь, лейтенант, мне тут на днях клевый анекдот рассказали. Как раз в тему. Останавливает гаишник иномарку. Оружие. Вот, пожалуйста. Пистолеты, гранаты, автомат. Разрешения нет. Гаишник очень удивлен. Продолжай. А что, спрашивают, в багажнике? А в багажнике труп гаишника. И место еще осталось. Ладно, лейтенант, не обижайся. У тебя своя работа, у меня своя. Будет что конкретное, приходи, поговорим. Здорово. О, привет, Настя. Привет, привет. Ну, пойдем, показывай. Вот. Ну, что, посмотришь? Ну, что тебе сказать, Настя? Тут экспертиза не нужна. Тут без экспертизы видно, что номера перебиты. Ты уверен? Ну, конечно. Взгляни сама. Там крышечка под ковриком. Нашла? Вот, видишь, там восьмерка раньше была тройкой. А четверка стала единицей. Как в дневнике в школе. Оценки переделывают. Ну, типа того. Слушай, а гаишники куда смотрят? Ну, это не ко мне, Настя. Привет. О, здорово, Серега. Ну, что, накопал что-нибудь? Да я тут протянул всех по нашей базе. Очень интересная картина получается. Засвеченные есть? Есть, двое. Вот этот вот, заявлен в розыск за неуплату алиментов. Ну, это бог, что ли? Ага. Второй. Вот, Дедков Григорий Самсоныч. Оба раза сидел по сто второй статье. Красавец. Разбой и убийство. Ага. Отпущен полгода назад. За примерное поведение. Да, я тут собрал его последнее дело. Тут все фигуранты, связи, друзья, приятели. Думаю, может пригодится. Спасибо, Серега. Спасибо. Не знаю, как бы мы без тебя. Да перестань. Я ж понимаю. Дукалец в туряге. У него ж каждая минута за час идет. Если что надо, проси. Я для Толяна всегда. Спасибо, Дед. Угу. Обед. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Вам привет от майора Ларина. А-а-а. Наташка. Жуй наши вкусные пирожки, Толяныч. Знаем, что держишься. Молодцом. Продолжай в том же духе. Не унывай. Считай, что у тебя просто внеочередной отпуск. Побольше спи. Читай. Но к безделью особо не привыкай. Скоро мы тебя вытащим. Вытащим. Ильев сетки на машине поедет. Да не, мужики. Здесь на машине, только летом. И то, как говорится, в ясные дни. Это кто не знает, чужие прутся. Здесь напрямки, пехом, минут десять, не более. Ну ладно, Никита. Оставайся на стрёме. Мы пошли. Может, я с вами? Он вооружен. Да не боитесь вы, мужики. У меня с Самсунычем контакт хороший налажен. Он мужик с понятиями. А вы что, не в курсе, что Дедков опасный рецидивист? Отчего же не в курсе? Очень даже в курсе. Наши садоводы, между прочим, потому его сторожем и взяли, чтобы он воров отпугивал. Уж не знаю, что он у вас в городе натворил, но у нас за те полгода, что Дедков сторожует, верить и нет, ни одного случая воровства не было. А я думал, это твоя работа, воров ловить. А вы что думаете, я не ловлю? Я ещё как ловлю. Только я один, а участок у меня ого-го. А дороги, ё-моё. А драндулет мой, вы сами видели? Так тарахтит, что любую сирену перекроет. Вот народ и защищается сам, кто как может. Ну вот, я же говорил, ещё никто мимо этой колдомина не проехал. Этому ещё повезло, сам выбрался. Но глушак сбил, сто пудов. Ты мне лучше скажи, Дедков один живёт? Абсолютно. Вон, кстати, его сторожка. Ну вот и пришли. Здесь он и обитает. Ага, спасибо. Здесь побудь. Вань, прикрой меня. М-м-м. Чисто. Крепко спит. Перебил. Мёртвым сном. Здрасте, Илья Александрович. Вот заключение экспертов. Смерть Дедкова наступила в результате отравления метиловым спиртом. Сам он купил эту бутылку в ларьке, или кто-то подсунул ему эту отраву. Сейчас мы уже восстановить не можем. Юрий Александрович, а можно глоточек? А? А? Спасибо большое. А следы, улики, отпечатки, свидетели? Только отпечаток протектора, и то, возможно, никакого отношения к Дедкову не имеющий. Ну, мы сфотографировали этот отпечаток, запротоколировали, на всякий случай. Значит, Дедков в последнее время со своими прежними приятелями не общался, на кого работал, установить невозможно. Стало быть, мы подобрались к убийцу очень близко. Он задергался, свидетелей убирает. Значит, нужно продолжать поиски в окружении этого тормоза. Ройте все его связи. Ищите. Спасибо, Юрий Александрович. Спасибо. Спасибо. Ох! Что? Что? Где? Кто? Где статья об убийстве гаишника? Здесь. Кто дежурил по номеру? Сейчас, подождите, сейчас. Так, дежурила Галя, лапина Галя. Немедленно ее ко мне. Что я сейчас с ней сделаю? Виталий Вадимович, Галя ни при чем. Иванова, родная, умоляю, мне сейчас не до тебя. Иди. Это я сняла статью. Иванова. Тебе заплатили? Кто? Сколько? Никто и нисколько. Капитан Дукалис не виноват. Дура, идиотка. Ты хоть понимаешь, что поставила крест на своей карьере? Но мы не должны печатать клевету. Вы сами мне потом спасибо скажете. Идиотка. Светлана. Светлана, пиши приказ. Я ее увольняю. Да, да, сейчас. Я сама увольняюсь. Нет, ну чего им не хватает? Работа, зарплата. Вы же ей кредит только что дали. Где? Да вот. Где приказ на выделение кредита? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 секундочку. Вот он, пожалуйста. Кредит ей. Вот ей кредит. Вот кредит. Вот. Успокойтесь. Подписывай. Ой. Андрюх. Да? Тормоз катался на машине, заявленный в угон месяц назад. Угон из Европы? Нет, мэрс наш питерский. Угнан у некого господина Тесленко. А, да, я навел справки по Тесленко. Катастрофически не везет человеку. Вторая тачка за последние полтора года. Да уж не везение, просто напасть какая-то. Нам бы с вами так не везло. Машина-то застрахована. Страховая компания вообще считает, что все это невезение Тесленко очень хорошо продуманная афера. Но понимаешь, некоторые владельцы машин вступают в сговор с бандитами. Они отдают им сами и машины, и документы на них. Подожди, подожди. А смысл? Машина беспрепятственно перегоняется в другой регион. Потом документы привозятся владельцу, возвращаются. Он подает машину в розыск, получает деньги и со страховой компании, и гонорар от бандитов. А, и все в выигрыше. И страховщики ничего не могут доказать, да? Вот эта машина, видимо, очень понравилась самому Тормозу, и он решил оставить ее себе. По ней убийца его и вычислил. Хорошая машина. Андрюша, знаешь, что самое интересное? Тесленко, родственник Чумакова. О, дорогие коллеги. Угу. С этого момента наша история становится все интересней и интересней. На что тебе были даны мозги, несчастный? Чтобы поджарить. Поджарить. Вот именно, поджарить. А ты что сделал? Поджарил. Ты хочешь меня обмануть? Ты их тушил. Ты их тушил на медленном огне. Как ты мог? Как ты мог? Максим Львович, ну ведь никто не догадается. Не догадается? Ты забыл, что главное в нашей профессии. Повар должен быть честным. Честность — это главное. Клиент потребовал жареные мозги, так подай ему жареные мозги. А не вареные, и не пареные, и тем более не тушеные. Максим Львович, вас там спрашивают. Я не выхожу к клиентам. Это не клиенты, это из милиции. Ай! Где? На террасе. Пошел вон. Пошли. За вторым столиком. Чем могу вам помочь? Вы нам помочь? Да нет, гражданин Тесленко. Скорее, скорее-то мы можем вам чем-то помочь. Вы садитесь, садитесь, гражданин Тесленко. Разговор долгий будет. Да ничего, я лучше постою. И вот это тоже правильно. А то сидеть вам придется очень долго. Угу. За казенный счет. Я ничего не знаю. Я ни в чем не виноват. Угу. Я вам все, я вам все расскажу. Гражданин Дукалис, покажите, где вы стояли, когда в помещение вошел Чумаков. Я уже говорил, что Чумакова входящим я не видел. А вы поясните свою мысль. Сейчас. Я ждал его здесь. Потом упал дальнейшее, не помню. Хорошо. Покажите, где лежал Чумаков, когда вы, по вашим словам, пришли в себя. Перед тем, как упасть. Так, погодите. Выключите свет. Это очень важно. Выключите свет. Откройте пошире дальние ворота. Выключи. Открой ворота. Я вспомнил краем глаза. Я увидел, как мелькнула какая-то тень. Вот здесь. Значит, тот, кто меня грохнул, должен был приближаться вон оттуда. Ищите, лейтенант. Убийца должен был оставить хоть какие-то улики. Ищите следы, окурки, отпечатки. Ну, делайте хоть что-нибудь. Следственный эксперимент приостанавливается мною, старшим лейтенантом Обидиным, для составления протокола. Браво. Браво, дукарец. Отлично сыграно. Просто артист. Браво. Еще минуту, и я бы поверил. Ну, ты, урод! Ты, прыщ, поганый! Нет, это ты меня послушай. Я про твои дела все знаю. Ха, еще бы, я засветился. Да, перед ментами. Страховку свою давно потерял. И ведь ты учти, я молчать не буду. Я тебя с потрохами сдам. Ага, так что давай делись. Хорошо, хорошо, пусть меня посадят. Зато хотя бы семья моя обеспечена будет. Где встретимся? А вот это уже деловой разговор. Да, да. А? Да. А, Саня, ну пока. Ну, давай отдыхай. А я уже дежурил. Да это я не тебе. Ну? Да, купил. Ну и что? Да пристегнулся я. Пристегнулся. Не волнуйся. Ваня, помоги ему, ствол подбери. Легида, поехали. Ну тогда держи. Лежи, лежи. Первый, первый. Первый. Майор Ларин. И быть просто с тобой. Весь мой дом, как могила, как каменный след, потому, что я глух, потому, что я слеп. В глазах мое впитно, лишь землею мажь. Я был страх по дворозу, где пыли, как пашка. Я искал свое место по следам на снегу, но я понял, что больше так жить не могу. И я видел, упал миром, мне две тысячи лет. Но с тобой, если я не один километр, я не знаю, что жить, я приеду туда. Мне казалось, что здесь страналась, что я не знаю, откуда на щеке моя кровь здесь похожа. Здорово, подключайся. Война за ним. Респекту, спортивную конду серебристого цвета. Идем по культуре. Четвертый, это ты за нами. Конду видишь. Держи плотнее. Держи плотнее, не отпускай, потрясай его. Но дай мне выйти из этой войны с мечом, и чтоб было потом еще продолжим. Ну что, гражданин Копеечкин? С возвращением, вам повезло. КамАЗ, можно сказать, отделался легким испугом. А если серьезно, то мы очень надеемся на ваши свидетельские показания. Ведь Пантыкин не только нахимичил с тормозной системой вашего автомобиля, он еще и Тесленко из вашего табельного оружия убить пытался. А что, ловко спланировал и вас на тот свет отправить, да и труп на вас повесить. Ну что, будем сотрудничать? Кешенька! Кеша, что с тобой? Кеша! Что? Что? Плохо, да? Что, Тоня? Что, Тоня? Сколько раз я тебе говорила? Сколько раз я тебе говорила? Нафига тебе ремень? Нафига тебе ремень? Пристегивайся! Горе ты мое! Шумахер хренов! Коля! Толя! Тише! Папа, голова болит! Коля, не трогай его! Ну что? Что? Сто двадцать гнал, да? Ну, Тонечка! Мама, мама, водичка как раз напал! Не надо! Ты только о себе думаешь! Ты обо мне подумал? Ты подумал, как я с тремя спиногрызами мыкаться-то буду? Ну что же ты все? Молчишь да молчишь! Держи вот витамин С! Держи! А? Будем! Сотрудничать! И оглушив Дукалеса, вы гражданин Пантыкин убили Чумакова! Чушь! Чумаков был моим лучшим другом! Скорее, подельником, которого Дукалес собирался взять на живца! О делах Чумакова я ничего не знаю! А вот у меня есть заявление гражданина Тесленко, где он говорит, что вы часто ссорились с Чумаковым! Деньги не поделили! Оговор! А вот это фотографии отпечатков протекторов шин автомобиля рядом с домом, где убили Дедкова! А вот это вот фотографии отпечатков протекторов шин вашего автомобиля! Очень похоже! А вот это вот грязь с вашей машиной, и она идентична грязи из ямы, в которой вы застряли! Вот протокол экспертизы, можете ознакомиться! Что вы мне шьёте? Да тебе здесь не шьют! Тебе инкриминируют убийство Дедкова, организацию убийства Руслана Короткова и покушение на убийство Тесленко! Так же, как в случае с Чумаковым, ты просто убирал свидетелей! Илья что-то упустил! Да пошёл ты! А можно, Юрий Александрович? Принёс? Да! Всё здесь! Ну что, Ваня, включай! Я, Копеечкин Иннокентий Валерьянович, заявляю, что, выполняя поручение старшего лейтенанта Пантыкина, неоднократно нарушал закон! Там таких признаний ещё на час, если не больше! Только успевал вопрос задавать! В общем, счастье, что Копеечкин был пристёгнут! Угу, всё, Пантыкин, ваших признаний нам больше не надо! Это уже вам надо будет сейчас о чистосердечных подумать на досуге! Может быть, скостите пару-тройку лет! Да ладно! Чумаков сам вынудил меня пойти на это! Он даже и не понял, что произошло! Угу! Угу! Э-эх! Угу! Звонок в УСБ был с мобильника Чумакова. Да, звонил я. От имени Чумакова. Сказал, что шантажист перенес встречу в автомастерскую. Лёш, ты чего? Ты чего? Игоря я устранил не из-за денег. Денег мне и так хватало. А вот Игорю всегда было мало. Жадность. От которой он и потерял всякий здравый смысл и элементарную осторожность. Я много раз его просил, не связывайся с кем попало. В конце концов, он не только собой рисковал, но и мог меня подставить. Ну, а когда появился ваш Дукалис, я сначала разозлился, а потом подумал, это же шанс. Заодно избавиться от Чумакова и повесить труп на Дукалиса. Вы свободны. А, да. Сейчас, Анатолий Валентинович, подпишу вам пропуск и вы свободны. И это всё? Собственно, да. Следствием установлено, задержан настоящий убийца, так что… Это… Мы приносим вам, Анатолий Валентинович, свои извинения. Произошла ошибка. Хорошенькая. Ошибка. И кто же настоящий убийца? Погоди, рейтенант. Я сам додумаюсь. Заместитель Чумакова Пантыкин. Да, это был Пантыкин. Понятно. Ну, а как же быть с неопровержимыми уликами? Моё табельное оружие, отпечатки пальцев… А? Улики были сфабрикованы Пантыкиным. Все было заранее спланировано. Умный гад. А как быть с тем, что вдова опознала меня? Никто не застрахован от лжесвидетельства. А ей-то это зачем? Боялась конфискации. Пантыкин на правах лучшего друга надоумил. Он и пленку с записью вашего голоса дал послушать, и фотографии показал. Черт. Да ладно, вдова. Вы-то куда смотрели? Я же с самого начала говорил, что я невиновен. Да если бы я так работал, я бы со стыда удавился, понимаешь? Не горячись, не горячись, капитан. Сиди. А что, все ваши подозреваемые не говорят, что невиновны? Нужно было во всем разобраться. И разобрались. Мы бы и сами могли до всего до этого дойти. Скажу одно. Хорошие у тебя друзья, Анатолий Валентинович. Да и сам ты, парень, что надо. О работе в нашем управлении не думал? Жаль. Такие парни нам нужны. Анатолий Валентинович. Здорово. Ну, как вы тут без меня? Что нового? А ты знаешь, как всегда, ничего нового. Работаем. А я так по работе соскучился. А, Зойка тебе привет передавала. Как она вообще-то? Отлично. Уволилась из своей поганой редакции. Теперь она абсолютно свободный журналист. И я, кстати, ей обещал эксклюзивный материал по поводу текущего дела. Зойка молодец. Далеко пойдет. Это точно. Стой. Мне вернуться надо. В тюрьму? Зачем? А я там твою книгу забыл. Граф Мотекристо. Да брось ты, я тебе новую куплю. Да? Ты понимаешь, меня там одна вещь интересует. Так, так, так. Сбежал этот пацан из тюрьмы или нет? И вообще, чем у него там все кончится? Да нормально все у него будет. Вот этот аббат, сокамерный его. Он по старости лет помрет. И вместо аббата в мешочек Эдмона зашьют. И в море сбросят. Да ты чего? Доберется он до острова. Найдет сокровище аббата. А потом, брат, такое начнется, что тебе лучше и не знать. Сплошной беспредел и самосуд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok